МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на городском телеканале ЮТВ. О важных и интересных событиях этого дня расскажу вам я, Екатерина Роженко и мои коллеги. Перейдем к главным темам выпуска. Тайные сотрудники будут контролировать водителей автобусов. Оренбург назвали бедным, но самостоятельным городом. В новогодние праздники оренбуржцы смогут добраться до набережной по новому спуску. Об этом и многом другом далее в выпуске. Власти Саудовской Аравии требуют от задержанного по обвинению в коррупции принца 6 миллиардов долларов за освобождение. Подробности у Аскара Басырова в обзоре мировых новостей. Здравствуйте! В студии Аскар Басыров и это мировые новости. Власти Саудовской Аравии потребовали от принца Аль-Валида Бин Талала, задержанного подозрению в коррупции, 6 миллиардов долларов за освобождение, сообщает Wall Street Journal. Принц, тем не менее, оказался крепким орешком и пока отказывается заплатить требуемую сумму, считая, что это будет выглядеть как признание вины. При этом принц готов уступить государству значительную долю в одной из своих компаний, но при условии, что он продолжит ее возглавлять. Однако власти такой сценарий, видимо, тоже не устраивает. Ой, пожалуйста! Ну и не нужно! Ну и очень-то мне нужно! Подумаешь! Аль-Валид Бин Талал, между прочим, занимает 45-е место в списке богатейших людей мира. Однако руководство Саудовской Аравии нынче не щадит никого. В начале ноября по подозрению в коррупции были задержаны более 10 принцев, а также несколько действующих министров и десятки бывших чиновников. Всех их содержат в пятизвездочном отеле Ридс Карлтон. Спустя почти два месяца многие из задержанных просто откупились. С кого-то взяли миллиард, с кого-то несколько сотен миллионов. Все для того, чтобы бюджет страны, изрядно потрепанный после падения цен на нефть, немного встал на ноги. Так что здесь коррупция оказалась только во благо. Ну и все шутки про покрытие дефицита бюджета за счет миллиардов найденных в квартире полковника Захарченко, теперь звучат вполне резонно. Ассоциация перевозчиков в Оренбурге наймет сотрудников, которые тайно будут контролировать водителей. Нарушители планируют увольнять. Об этом было сказано накануне на встречу перевозчиков и сотрудников ГИБДД. Сегодня мы пригласили в основном тех, кто не закрывает дверь. Вы поймите, что вам доверили людей, это самое главное, детей, бабушек, дедушек. И нельзя сначала трогаться, а потом закрывать дверь. По информации ГИБДД, чаще всего водители совершают нарушения, не заезжая в карман остановки. Участились случаи падения пассажиров из автобусов. Последний произошел 21 декабря на остановке «Инвертор». Пенсионерка не успела выйти из транспортного средства, когда водитель начал движение и упала. Мужчина помог пенсионерке подняться, когда выяснил, что с ней все в порядке. Потом уехал. Однако, пройдя несколько метров, женщина упала. Ей понадобилась помощь медиков. За 11 месяцев 2017 года в Оренбурге по вине водителей произошло 62 ДТП, в котором один человек погиб и 75 получили травмы различной степени тяжести. По итогам собрания, после первого нарушения водителя ждет дисциплинарное взыскание и снятие с маршрута на сутки. После второго – увольнение. Причем нарушителю будет трудно вновь устроиться водителем на другой маршрут. Оренбург – бедный, но самостоятельный город. К такому выводу пришли в консалтинговом бюро «Стрелка». Они составили рейтинг устойчивости бюджетов столиц регионов. В той же позиции, что и наш город, находятся еще 15 городов, среди них Самара, Казань и Воронеж. «Стрелка» опубликовала еще несколько рейтингов по доходам и расходам бюджетов. 46 городов с населением от 250 тысяч до 1 миллиона человек. Почти во всех списках Оренбург находится во второй половине городов. Высокую позицию Оренбург занимает только в рейтинге по расходам на социальную политику. 12-летний Дима любит кататься на велосипеде и учится в обычной школе на одни пятерки. При рождении врачи пророчили мальчику умственную отсталость и инвалидную коляску. Как семье удалось побороть серьезные заболевания, расскажем в сюжете. Так Дима выглядит сегодня. У него остаются небольшие проблемы с моторикой и речью. Но близкие мальчика считают его героем. 12 лет назад его маме сообщили, что у Димы врожденная травма головного мозга. Позже врачи подтвердили детский целебральный паралич. Родители готовили к самому худшему. Жукова наша, сразу врач говорит, Лена, у вас все так страшно и серьезно, что ты даже не можешь себе представить. Возможно, вы вообще колясочники. Что Дима никогда твой не пойдет и убственно у вас ЗПР. Не сразу озвучили, что с моим ребенком так все страшно. Знаете, как первый ребенок, как бы все равно не все сразу понимаешь. Ну, когда я уже стала понимать, что мой ребенок просто, ну, цветок, да, я стала бить колокола. Как правило, такие детки долго развиваются. Поэтому у них бывает и умственное отставание, и физическое отставание. Потому что вот у Димульки, как бы он не мог даже научиться сидеть в первые два года. В общем-то, он не подавал никакой надежды. Я не опустила руки. Я сказала, я на зло судьбе. Я все диагнозы перебью. Вот просто реально. Мой сын пойдет. Я говорю, Лариса, он будет у меня самым умным. Он у меня в школе отличником будет. В лицо так никто там ничего не говорил, не смеялся. Ну, я понимала, что за спиной все усмехаются и там шепчутся. Положительные результаты начали появляться спустя два года. Дима стремительно развивался физически. Сначала сумел сесть, потом самостоятельно пошел. Когда участковый врач увидела, как мальчик катается около дома на велосипеде, призналась, это было шоком. А сейчас Дима учится по стандартной школьной программе на пятерке. И даже занимается спортом. Мне 12 лет. Люблю читать книги. Учить что-нибудь. Уроки делать. Ну, как познавать, что-нибудь поделки делать. Из пластилина, из бисера. Мальчик лечился и медикаментозно, и физиотерапевтические процедуры получал, и ЛФК получал. И, в общем-то, благодаря таким усилиям у мальчика появились положительные сдвиги в состоянии здоровья. Не нужно отчаиваться. Вот не нужно отчаиваться. Работа, да, это тяжелый труд. Это вообще адский труд. Это постоянные массажи. Это день и ночь ты сидишь. Ночью ты не спишь. Это там вот, ну да. У нас мелкая моторика очень сильно задета. Она, как правило, восстанавливается. Я вот узнала. Сейчас мы с мужем взяли денежку в кредит. И сейчас мы сына лечим. В общем, мы лечим всегда своего сына. Домашнее задание за него пишет мама, но Дима все диктует сам. Но у меня, например, я объясняю какую-то тему, мы с ним пишем. Пишу я сама, а он мне указывает на орфограмму, какую букву мне нужно вставлять, обосновывает, почему он это делает. У него все замечательно получается. Его хвалит учительница истории, она просто восхищение от него. У него прекрасные способности по иностранному языку. Ну, моя мечта, чтобы как в обществе я был нужен, ну как помогать, и чтобы руки заработали. Вот моя мечта. А еще Дима хочет стать переводчиком или программистом и заниматься волонтерством. И эти мечты вполне реально осуществить. Науке известно немало случаев, когда люди с ДЦП добивались успехов и становились примером для подражания. Например, шведский писатель Юнас Хельгисон, родителям которого сказали, что он никогда не сможет ходить, говорить и вести социальную жизнь. Сейчас мужчина пишет книги и выступает перед поклонниками, а еще бегает и даже играет в гольф. Я считаю, что это божье чудо. Вот я так считаю, это лично мое мнение. Я не знаю, люди все разные, я не хочу там, не дай бог, осудить кого-то, да. Но я бы хотела всем посоветовать, вот у кого родились такие особые дети, чтобы не опускали руки ни в коем случае. Чтобы верили в Господа Бога, ну и конечно же, им нужно самим очень серьезно работать. Работали, лечили, лечили. А вообще Димка сам молодец. Вот мы всех хвалим, а я вот хочу сказать, я горжусь своим сыном. Очень горжусь. Он у меня золотой ребенок. В новогодние праздники оренбуржцы смогут добраться до набережной Урала по новому спуску. Лестницу реставрировали несколько месяцев и открыли в минувшие выходные. Какие работы запланированы на следующий сезон, в материале моих коллег. Основной спуск к Уралу снова работает. Горожане ждали этого события несколько месяцев. Ведь в начале лета его закрыли на реконструкцию в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда». Главной задачей строителей было восстановить первозданный вид лестницы в стиле сталинского ампира 60-х годов. И это только первый этап запланированных работ. Через несколько лет здесь должна появиться современная и удобная для горожан набережная. Потрясающий спуск. Очень красивый. И то, в каком он находился в состоянии, было чрезвычайно грустно наблюдать. Это же главный спуск, главная ось, такая пешеходная улица. Довольно сложный рельеф. Есть кое-какие проблемы. Набережная старенькая. Ну, плюс еще дополнительно, уже в следующем этапе будет видно, что там она будет видоизменяться к мосту. Появляется красивая, современная набережная, которая должна стать любимым местом отдыха жителей города Оренбурга. И не только Оренбурга, но и области. Набережная – это всегда лицо города. Весной здесь проведут косметическую отделку, покраска и антивандальное покрытие. В день открытия спуска на набережной состоялся первый фестиваль городской среды «Выходи гулять». Новогодняя ярмарка, народные гуляния, национальные блюда. Фестиваль пройдет во всех городах России по инициативе Министерства строительства. Мы таджики, когда гости будут всегда, в первую очередь надо плов сделать. Это уважение к гостям. А сейчас мы приготовим восточный таджикский плов. Люди кормят, угостят. Набережная – это самое любимое место. Это мое лично, как горожанин, который родился и вырос в этом городе. И набережную надо украшать, чтобы действительно гостей нашего города было куда привезти. То есть это сердце, я бы сказал, нашего любимого города Оренбурга. Да это с детства. Я представляю, как был бы рад мой дедушка, который здесь провел всю свою жизнь. И гулял, и выходил, и жил здесь на Советской. Вот ради труда наших дедов, наших отцов, вот это вот и стоит поддерживать, этому радоваться. Это самое главное, чтобы поддерживать то, что делали наши предки. И семьей, и даже здесь прогуливаемся по утрам, бегаем с моим другом. Очень важное лицо города, и все горожане ждали этого. Большое спасибо. Главным и самым основным является идея привить нашим гражданам то, что собственность не заканчивается порогом квартиры, не заканчиваются двери в подъезде. И то, что все общественные пространства, они должны становиться личными и любимыми, чтобы мы также к ним относились, как к своему имуществу. После дела Уликаева чиновники стали отказываться от подарков. Какие корзинки могут вызвать настоящий трепет, знает наш гость из Сербии Мирка Здравич. Смотрите из России с любовью. Здраво! Издание The Bell разузнало, что сотрудники федеральных министерств и крупных компаний стали относиться к подаркам предельно осторожно, а некоторые и вовсе перестали их принимать. Не надо ни подарков, ни цветов, ни внимания. Опасения связались с преследованием экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого суд накануне признал виновным в получении взятки от главы Роснефти Игоря Сечина и осудил на 8 лет колонии строгого режима. На суде стало известно, что Сечин передал Улюкаеву корзиночку с фирменными колбасами от Иваныча и сумку. Улюкаев говорит, «Я думал, что в ней находится вино, однако какая неожиданность, там оказались деньги, 2 миллиона долларов». «Такое зрелище способно кого угодно превратить в вегетарианца». «Корзины вообще нельзя, ни в каком виде, ни с едой, ни с вином, ни даже цветами. От них уже на входе шарахаются». Рассказал изданию помощник одного из министров. Во многих министерствах говорят, «Мы готовы принять только открытки, ни книг, ни жадебников, а некоторые даже и конфеты принимать побаиваются». «Ну, ты видел? Видел?» Ох, и сложно придется нашим министрам при таком-то раскладе. Особенно в канун Нового года. Остается рассчитывать только на Дедушку Мороза. Живет он далеко, да и показаний своих судей не даст. А от остальных придется ждать лишь доброго слова. Впрочем, для наших министров добрых слов никогда не жалко. «Не могу придумать, что подарить Монике». «Вы дарь ей свои замечательные шутки». До новых встреч! На этом у меня все. С вами была Екатерина Роженко. Еще больше новостей смотрите в наших группах в социальных сетях. Всего доброго. Оставайтесь на ЮТВ.